В понедельник, сразу после субботника, глава города надеялся увидеть масштаб работ, выполненных на нем, более глобальным. Но оказалось, что даже в элементарном не было особого рвения и у предпринимателей, и у ответственных за порядок служб. Поэтому в пятницу, как и обещал Сергей Сергеев, решил проехать тем же маршрутом, чтобы увидеть стремление подготовить город к весне достойно. Но металлические вазоны для цветов на Крымской с облупившейся краской он увидел на прежнем месте. Ни нового грунта в них, ни цветов по-прежнему не было. Почему ничего не сделал, а почему мы проезжаем мимо? А? Почему эти железяки до сих пор лежат на клумбах? Вот это что за железяка лежит? Записывай. И дальше чуть-чуть. Долго она здесь лежать будет? Въездные ворота в город на Анапском шоссе начали готовить к посадке тысячи можжевельникам по заданию главы. Но предприниматель, которому было сделано в прошлый объезд замечание по тому, как он захламил строительным мусором территорию муниципальной земли, так и не прореагировал на требования главы навести здесь порядок. Ревизию контейнерных площадок провести здесь. Вот то, что рядом там площадка, ее условно можно назвать. И ржавые два контейнера стоят. Глава привел своих заместителей на заправочную станцию, где пыль толстым слоем лежала на колонках. Ну посмотри, она пыльная, грязная. Здесь вообще даже невооруженным глазом видны равнодушия к порядку вокруг своего предприятия, а уж тем более к тому, что расположена-то заправка у въезда в город и, можно сказать, его лицо. С учетом замечаний понедельника на набережной велись работы по благоустройству. Вон железяки стоят, как препаративные. Тоже не крашены, ничего. Чтобы у них что-то росло, земля должна быть свежая. Фонтан покрашен явно наспех по неошкуренной старой краске. Лавочки не прикручены к мостовой. Плетка пока все еще перекошена в разные стороны. Я реально представляю, что за один день этого сделать нельзя. Но работая монотонно, правильно, качественно, каждый день можно добиться конечного результата. Сергей Сергеев решил провести обход города и на следующей неделе. По-другому теперь маршруту. Но у тех, у кого так и не появится желание заняться благоустройством прилегающих территорий, глава оправданий больше принимать не намерен.